Да благословит вас Аллах. Пользуясь случаем, шейх, хотел бы рассказать кое-что. Вчера мы выложили урок шейха Абдуллаха Аль-Гунаймана, да хранит его Аллах, шарху на ла-кады л-ислям. После этого я увидел в комментариях, что некий человек написал про шейха Гунаймана, он является правительственным, и такой-то студент сказал, что не следует брать от него знания. Подобное случается довольно часто, шейх. Достаточно того, что какой-то ученый противоречит тому мнению, которого придерживаются эти люди, как они сразу же начинают называть его правительственным, мурджиитом и так далее. Это огромная беда. И поэтому мы говорим этим людям, как же много оппонентов вы собрали, с которыми вам предстоит разбираться в Судный день. Каждый, кто посчитал себя специалистом по классификации людей и судьей между ними, тот непременно обнаружит в Судный день огромное количество тех, кто хочет спросить с него. Этот человек, который обсуждает шейха Абдуллаха, да хранит его Аллах, непременно обнаружит его в Судный день среди тех, кто захочет спросить с него, за то, что он предостерегал людей от шейха, он обязательно предстанет перед Аллахом и будет спрошен. Он будет спрошен за каждого человека, которого он предостерегал от шейха, если на то будет воля Аллаха. Ведь этот достопочтенный шейх, Абдуллах аль-Гунайман, является набожным ученым из числа Аглю Суны вуль-Димаа. И я не являюсь тем, кому следует хвалить его и давать рекомендации. Ведь он общеизвестен и не нуждается в том, чтобы его представляли, да хранит его Всевышний Аллах. В связи с этим мы скажем, что человеку необходимо сторониться несправедливой классификацией людей и опорочивания их религии, веры и порядочности на основании своих прихотей. Пусть Аллах убережет нас всех от подобного. Как я понял из слов этого комментатора, шейх Абдуллах Абдуллах всего лишь не поддержал его джамаат, и этого ему хватило для того, чтобы списать его. Как я только что упомянул, у некоторых людей классификация основана на прихотях, страстях и собственных амбициях. Он считает так, либо ты со мной, либо ты против меня. И это при том, что то, чего он придерживается, в своей основе является заблуждением. Это огромная беда, когда человек придерживается какого-то ложного мнения, а затем желает, чтобы его оппонент был с ним заодно. Если же он откажется и не поддержит его, то он у него становится заблудшим. Нет сомнения в том, что это заблудший Мазаб, которому следует приверженцы нововведения и заблуждения, да упасет нас Аллах от этого. Да воздаст вам Аллах благом, шейх.